За край ливни спешат Свой рай ищет душа Как свет после дождя К нам спускается любовь С неба не спеша Радуга Повенчает берега Над тобой светлою судьбой Нежной, как любовь Стану радугой Страница 67, строка 2 Страница 10, 11, строка 28 Спасибо Ты кто? Ты почему хочешь быть похожей на мою веру? Я не понимаю Алексей Борисович, что вы делаете? Ты что делаешь в моем доме? Кто тебя прислал? Мне больно Ты кто? Я тебя спрашиваю Что ты делаешь в моем доме? Тема убили моего мужа Алексей Борисович Алексей Борисович Алексей Борисович Алло, скорая? Что произошло в кабинете? Я не знаю Алексей Борисович Он зашел Потом ему стало плохо И он потерял сознание С какой целью ты там оказалась? Я хотела поблагодарить его за помощь И я переживала за него Потому что после того, как он повел себя с Ильей Ну это было похоже на приступ В чем ты говоришь? Какой еще приступ? Отец обезумел и набросился на Илью Просто как сумасшедший Ты чего бы Кумачеву нападать на собственного сына? Должна быть какая-то причина Вот причина, пожалуйста Как только она оказалась в нашем доме У нас сразу полно проблем Вон отсюда, чтобы я тебя не видела Что? Что случилось? Ничего Просто нервы Что случилось? Ко мне из Кумачева Ты можешь мне рассказать им? Нет, Алексею Борисовичу просто стало плохо Извини, пора Ива У тебя Все еще есть чувства к ней? Не говори, глупости Это ты попросил Илью снять с нее обвинение? Ты из-за нее подставился Из-за этой девки, которая погубила нашу семью Я подставился Чтобы отвлечь внимание Кумачева Теперь она уверена, что мы с Камилой друг друга ненавидим Ты заботишься об Энне Для того, чтобы показать, что у тебя нет чувств Камиле? Ну, слава богу, догадалась Да ты у меня гений Камиле 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 Продолжение следует... 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 Ты просто расскажи мне все, я единственный человек, который может тебе помочь. Ты должен пообещать, что ты никому не расскажешь. Алексей Борисович, мы так волновались с вами, все нормально? Нормально, не надо было поднимать этот шум. Ничего себе нормально. Ты вчера такой отколол, мы тут что-то с ума не сошли. Ты тоже, доченька, откалываешь, будь здоров. Папочка, а у тебя все в порядке? В порядке, пошли в дом. А потом этот неизвестный сказал, что это Кумачев убил моего мужа. Может быть не сам, но по его приказу. Я думаю, что в этом замешаны те два миллиона, из которых я села в тюрьму. Да два миллиона для Кумачеву не деньги. И убивать бы он из них не стал. Ты что-нибудь нашла? Да, все как он и говорил. Четвертая полка, четвертая книга, четвертый дом. Там были зашифрованные документы. В общем, ты документы мне отдай, а сама из дома уходи. Я не могу. Он сделает что-то с Милой. Он угрожал только по телефону. Он был здесь. Ты его видела? Я нашла письма с угрозами. А здесь, в доме? Слушайте, а почему он постоянно бормочет про веру? Что, решил удариться в религию? Ты вообще головой своей соображаешь? В смысле? Ее мать с вольера. Да. Я как-то совсем забыла про эту секретаршу, которая соблазнила нашего отца. Я ищу слово, и я воткну в тебя вилку. А что, эта горничная действительно похожа на твою мать? Нет, абсолютно никакого сходства. Да почему он смотрел на нее и называл Вера? Да потому что наш папаша поехал крышей. Что говорили в больнице? У него хроническая тахикардия. А это что-то психическое, да? Это сердечное. Алексей Борисович уже не молод, да и жизнь у него нервная. Так что, ничего удивительного. Тахикардия, нервное срыло. Ужас какой. Хозяин простужен, отнеси ему молока с медом. Хорошо. Давай я отнесу. Горская-то не понравится. Она не узнает. Инка, стой! Зараза. Я принесла ему молоко с медом. Спасибо. Ты можешь идти. Вы не помните, что вчера произошло? Я потерял сознание. Ты была рядом? Вы правда ничего не помните? Не помню. Почему ты спрашиваешь? Что-то случилось? Вы схватились за сердце, закричали, упали. Это все? Да. Извините. Вкусно. Как раньше. Это потому, что я добавляю щепотку ванили. Мне бабушка рассказывала. Что происходит? Она же вообще не похожа. Мам, пожалуйста, можно я вызову скорую? Нет. Мама, 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 пожалуйста, я тебя уволяю. Я тебя очень люблю. Камила, маму уже не вернешь. Я хочу познакомить тебя. Со своей семьей нам пора ехать. Мне некогда ехать. Ну что ты, что ты, моя девочка? Она даже не похожа на Веру. Кумачев сходит с ума или притворяется? Да. Кумачев сходит с ума или притворяется? На меня повернись. Да. Нет, ну я всегда знала, что у отца, конечно, там проблема со вкусом. Но что вы настолько? Это ж вот так выглядела. Это соблазнительница секретарша Вера. Кто такая Вера? Ох. Это грешок моего отца, который подарил нам Камилу. Ты понимаешь, вот какая-то вот маленькая интрижка с какой-то вот секретаршей. И вот на тебе, пожалуйста, понимаешь? Выносит мозг всем. Это же ужас. Что? Небось завидуешь своей подружке, да? Просто ее мамаша вовремя попалась богатенькому, да? И все, жизнь удалась в шоколаде. Вот так. Гораздо больше завидую вам. Чего это? Вы стихи пишете. Всегда завидовала творческим натурам. Это ну... Ну да, что... Что есть, то есть. А... Хм. Да. А то я вижу, не совсем безнадежно. Надо будет к тебе присмотреться. Ты это, убирай, давай. Хм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом этот неизвестный сказал, что это Кумачев убил моего мужа. Может быть, не сам, но по его приказу. Я думаю, что в этом замешаны те два миллиона, из которых я села в тюрьму. Ну, два миллиона для Кумачева не день я. И убивать бы он из них не стал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил рассказал, что случилось с твоим отцом. Да, как он сейчас? В порядке? Возраст. На данный момент вроде ничего. Ну, слава богу. Илья, только не перебивай. Я считаю, что скоро ты возглавишь корпорацию своего отца и должен кое-что знать. Что именно? Женя, ну, на допросе упомянул одну очень странную вещь. Какую? Про тайный фонд твоего отца. На миллионы. Да. Ты что-то знала об этом? Я вообще в первый раз слышу. Я так иду. Илья. Илья, нужно взять себя в руку. Отвали, я убью его. Брат, успокойся. Послушай меня. Нет, эта тварь делает все, чтобы я поверил, что он на моей стороне, а сам хочет меня уничтожить. Но я его уничтожу. Зачем действовать так открыто? Намного больше пользы будет, если Ханжонков будет думать, что ты ничего не знаешь. Черт. Ты прав. Ну, я все равно убью эту тварь. Какие у тебя отношения с мужем? А, почему ты спрашиваешь? Илья знает, что мы с тобой тайно пытались пожениться. Угрожает, что расскажет все Михаилу. Плохо. Но, боюсь, мы тут с тобой бессильны. Тебе надо просто проявить больше внимания. Дай тебе понять, что все в прошлом. А я? Я тоже для тебя уже в прошлом. Тебе вообще все равно, что я сплю с другим мужчиной. Слушай. Ты ведь прекрасно знаешь, что я тебя люблю. И люблю только тебя. Тогда почему ты даешь мне такие советы? Да потому что я поклялся защищать тебя. Даже ценуя собственных чувств. Я обещаю тебе, когда Кумачев умрет, ты станешь наследницей. Женя, зачем тебе это? Почему ты просто не хочешь со мной жить? Там, где нас никто никогда не найдет. Да нет такого места. Вот, когда ты станешь президентом компании, это для тебя будет лучшая защита. Ты защищаешь меня. А я вышла замуж за Михаила, чтобы защитить тебя от своего отца. Получается, защищая друг друга, мы все больше и больше отдаляемся. Я тебе обещаю, я придумаю, как нам с тобой быть вместе. Жень, скажи, а ты действительно хочешь со мной быть вместе? или просто пытаешься подобраться к деньгам моего отца? Мам, скажи, тайный фонд, с которым был связан отец, ты о нем никому не говорила? Нет, никому. Никому, кроме тебя и Кумачева. А что случилось? Камила вопрос начинает задавать. Мне кажется, она догадывается, что я не бескорыстно ее поддерживаю. То есть, ты хочешь сказать, она все-таки о чем-то догадывается? Так. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Если мы хотим добраться до денег Кумачева, нам нужно сначала сделать Камилу президентом корпорации. Она, кстати, ничего не знает о тайном фонде? Не знаю. Я хочу спать здесь, начиная с сегодняшней ночи. Кажется, даже горничная знает, что есть про на диване. Не хорошо, если начнутся сплетни. Да, сплетни – это плохо. Да. Будем спать в одной постели, но это не значит, если ты не захочешь, то я не буду. Спасибо за понимание. Поехали. Поехали. Вера. Алексей Борисович, с вами все в порядке? Извини. Показался. Вера. Ты че не спишь? Мама, ты знала секретаря Кумачева по имени Вера? Нет. А кто это? А я точно, твоя дочь. Меня не удочерили? Ну или младенца в больнице. Ну точно, звук по фазе на лице. Ты давно на себя в зеркало глядела? А? Можешь с тобой одно лицо. Правда, я немного крашу, конечно. Ты у меня, мамочка, самая красивая. Спасибо. Слушай, а этот твой Кумачев, он же холостой. Ну да. Значит, заветный жених. Ну, ты че, совсем поехала? Че-то я поехала. Ты же сама сказала, что я красавица. Ну, ну. А если меня еще принарядить, накрасить? Ладно. Хана всем олигархам. Ладно, мам, поздно уже, правда, с подпором. Да. Ладно, спи. Инна. Вы в порядке? Да. Всё в порядке. А почему все сегодня об этом спрашивают? Беспокоятся. Вы помните, что назвали горничную «Верой»? Что? Вы увидели новую горничную, остановились и сказали «Вера». Я этого не помню. А вы помните, мы с вами обсуждали, что она не случайно появилась в этом доме? Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет, дядя, который у нас ночевал. Ну, давай ты будешь назвать меня дядей Женя, хорошо? Хорошо. Можно я с мамой поговорю на единице? Спасибо. В общем, я просмотрел документацию Кумачёва. Деньги, которые своровал твой муж, никакого отношения к нему не имеют. Ты в этом уверен? Я просмотрел практически всё за то время. Ну, практически всё, это не значит всё. Ты можешь чего-то просто не знать. Хорошо, я продолжу поиски, только я тебя прошу, давай без самодеятельности, ладно? Если мне опять позвонят. Если позвонят, просто найди меня. Я не хочу тебя в это футу. Ну, я знаю, но это же может притвориться на время. Ну, или хотя бы сфоткаться. Давай, давай сфоткаемся. Да перестаньте, давай сфоткаться. Так, вот. Не желаете? Простите. Добрый день. Держи. Спасибо. Ваша дочь так на папу похожа. Да что вы говорите? Просто одно лицо. Давай. Во. Папочка, привет. Я тебе чай принесла. Как ты себя чувствуешь? Я на этот вопрос отвечал сегодня уже, наверное, раз двадцать. Пап, скажи, а почему ты называл горничную именем моей мамы? Она ведь совсем на нее не похожа. Я не знаю почему. Мне показалось, что это она. Скажи, а ты часто думаешь о моей маме? Мне нравится вспоминать о ней. Но я и не люблю вспоминать те времена. Я тогда понаделал много глупостей. Струсил. Но вот теперь, дочка, я ничего не боюсь. У меня сейчас столько денег, что я могу купить все правительство. И все это достанется тебе. Распорядись этим с умом. Надеюсь, Женя мне в этом поможет. Ты не очень рассчитывай на Женю. Женя, это инструмент в твоих руках. И не влюбляйся, пожалуйста, ни в кого. Почему? Потому что тогда ты сама станешь инструментом. Тысяча девятьсот девяностый год. Швейцарский банк. Так это и есть секретный фонд. Ну-ка, погоди. Держи. Давай я. А ну, иди сюда. Идем. Ты где был? Что случилось? Уходи. Быстро. А ты можешь мне объяснить, что? По дороге все объясню. Да садись, садись, быстрее. Что случилось-то? Я видела Кумачева в тот день, когда погиб мой муж. Я хочу знать правду. Иль, мы с тобой договорились обо всем. Не могу позволить дочери думать, что ее отец преступник. Мам, дай, пожалуйста, пузырьки. Сейчас. Может, в кафе пойдем? Дождь начался? Ай. Держи. А пузыри мы где будем пускать? Да? Ты не знаешь, где Женя? Он взрослый парень и не докладывает мне. А что случилось? Он снова не берет трубку. У него сегодня выходной. Может, встречается с друзьями. Что-то еще? Ты же хорошо знала мою маму? Конечно. Неужели они похожи? Если ты имеешь в виду Инну, то нет. Совсем не похожи. У Кумачева просто... Просто помутилась в голове. И ты думаешь, это может стать проблемой? Это может стать очень большой проблемой. Столько неприятностей от простой горничной. Мамочка, кажется, у нас проблема. Так вот ты кто. Богатенький гаденыш, да? В смысле? Да я на нее столько времени и денег потратил. А ты на все готовенькая, да? Это кто? Красавчик. Батюков, пойди проспись, пожалуйста. Я к тебе, Инна, со всей душой. А ты изменила мне с первым встречным. Он не первый встречный. А он еще и не первый встречный. Я никого не изменяла. Мила, пошли. Инна. Пока, Женя. Пока. Так, что у тебя с сыном? К сожалению, ничего. Точно ничего? Богатенькие козелы. Милка. А давай с тобой договоримся, что не будем говорить бабушке про то, что гуляли с детьми и Женей. Хорошо. И скажи, что мы только гуляли, мы с тобой. Зачем ты учишь ребенка врать? У тебя что, новый жених? Нет, просто друг. А-а-а. Жаль, я плохо рассмотрела твоего друга. Ну, милочка. Расскажи мне, какой это дядя? Высокий, красивый и богатый. А ну, повтори. Богатый. Наконец. Инночка. Ой, ты меня красавица. Ох. Инка, осталось только мне раскрутить твоего Кумачева. И все. И будем мы с тобой две богатые невесты. Мамочка, не говори, пожалуйста, глупостей. Да ладно, что глупостей, Я вполне серьезно. Я люблю тебя и знаю, что ты тоже любишь меня. Жень, я... Жень, я... Жень, я... Вера, почему ты подаешь на стол? Сядь, сядь вместе с нами. Алексей Борисович, мы не заметили и в прошлом обследовании. На МРТ вот показало, что у вас проблемы с мозгом. Что? Когда у вас случаются сердечные приступы... Что с моим мозгом, черт тебя побери, ты можешь мне сказать прямо? Все это похоже на возрастную деменцию. Я говорю, говори мне прямо, нормальным языком. Склероз. Склероз. Но он не в ярко выраженной форме, понимаете, он может морстать и отступать. Ну, вот... С годами может наступить время, когда вы будете принимать людей за кого-то другого. Ну, то есть, не узнавать, путать имена. Короче, я схожу с ума. О, Боже. О, Боже мой, это невероятно. Что же делать, а? Вот что делать? Прекрати эту суматоху. Сядь и успокойся. Да у отца едет крыша. Он скоро перестанет нас узнавать и... И это, давать нам деньги? О, Господи. Хуже всего, что он в этой женщине видит свою любовницу. А что, если он возьмет и поженится на ней? Камила сказала, что они не похожи. Я вообще не понимаю, что творит отец. Господи, до маразму нет дела. Похожи они или не похожи? Послушайте, нужно срочно, немедленно от нее избавиться, пока она не забрала все наши деньги. Что? У отца болезнь, а ты, ты о каких-то паршивых деньгах? Послушай, ты, по-моему, недавно тоже о них беспокоилась. Да, да, беспокоилась, но я осознала всю бездравственность своих мыслей. Ох, только поэзия спасет мир. Где ты это уже слышала? Ты тоже слышишь голоса? Да? Инна что, действительно так похожа на Веру? Не внешне, чем-то другим. Кумачев каким-то образом это видит? У нас мало времени осталось. Все, что нам нужно, это тайный фонд. Мы должны найти его раньше, чем Кумачев совсем свихнется. и в последнее время все время ищем. Мы не продвинулись ни на шаг. Кумачев, знаю, о своем состоянии, наверняка расскажет о фонде детям. Мы делали ставку на Камилу, но теперь, по всей вероятности, нам нужно рассмотреть и другие варианты. Например, и но. А почему Кумачев называет тебя какой-то Верой? у него как с головой в порядке-то? Не знаю. Послушай, мне нужно кое-куда отлучиться. Ты меня прикроешь? Угу. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть срочный разговор. Нужно организовать одну встречу. А как там у тебя с Камилой? Все в порядке. Ты почему спрашиваешь? Потому что этот ее сотрудник, красавчик Женя, часто крутится возле твоей жены. Тебя это не напрягает? Миш, ты мне просто нравишься как человек. Я хотел бы рассказать тебе то, о чем ты явно не знаешь об этой сладкой парочке. Ты о чем? Однажды Камила решил избежать Жени и выйти за него замуж. Но отец вовремя их остановил. Я уверен, что все это в далеком прошлом. Камила моя жена, моя любящая. Верная жена. Может быть. Я просто хотел предупредить. Алло. Ты нашла книгу? Нет, ее там нет. Ты должна найти ее. Спроси у Кумачева. Так он мне и скажет. Тебе не скажет, а Вере вполне. Я что, должна верой притворяться перед ним? Как? Придумай. Иначе твоя дочь будет в большой опасности. Куда вы знаете, что она принимает меня за веру? Я слежу за каждым твоим шагом. Мама, приходи побыстрее в парк. Мила, ты в парке? Почему ты в парке такое время? Мила! 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 Миша. Ты что? Я не заеждала кого-то другого. А ты о чем со мной так разговариваешь? А как? Фу! Ты пил! Иди спать! Спать! Хорошо. Миша! Миша, отпусти! Миша! Соклонный муж, а ты в рюкзак! Все, я так давно этого. Мила! Мила! Мила, что случилось? Что ты здесь делаешь? Мила позвонила, сказала, что я фарф решил. Что, срочный? Что? Она, видимо, решила нам свидание устроить. Браток, закурить есть, вот? Иди сюда. Руки убрал от нее. Женя! 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 Женечка, пожалуйста, возьми трубку. Попонент временно недоступен. Жень. Женя, Женя, Женечка, просни. Что вы такие? Что вы делаете? Что вы делаете? Где моя дочь? Жень, Женечка, Жень, проснись, пожалуйста. Жень, Женя, что вы делаете? Что вы делаете? Женечка, пожалуйста, очнись. Слышишь, пожалуйста, Женя. Господи, что вы делаете? Женя! Жень. Женечка, пожалуйста, очнись. Жень, ты слышишь меня, пожалуйста? Женя! Женечка, пожалуйста, очнись. Женечка, пожалуйста. Женечка, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok